Привет, ребята! С вами Поршин Покинул Чат. И сегодня у нас будет обзор на автомобиль Honda Jazz 2004 года. Это бензин 1.4. Это мой автомобиль. Я его купил в мае месяце. С мае месяца я ним владею. Это мотор 1.4. У него есть дюанс. Мотор четырехцилиндровый. То есть четыре цилиндра мотор. 1.4, как я сказал. Они бывают 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Это все один и тот же мотор. Но у него есть один нюанс. У него восемь свечей зажигания на четыре цилиндра. Вот две свечи на каждый цилиндр. Каждая свеча имеет свою катушку зажигания. Поэтому перед тем, как я его покупал, я начал про него немножко почитать. И напугали, что на нем восемь свечей. То есть если надо менять свечи, то нужно менять сразу восемь свечей. Вроде бы как страшно. Но на самом деле ничего страшного. Все нормально ходит. Все нормально работает. По поводу запчастей на этот двигатель. Очень приятный по ценам. Достаточно экономичный. В городском цикле у меня расход топлива получается 7,5 литров. То есть для городского цикла очень даже. За городом, то есть если по трассе ехать, то получается, если аккуратно ехать, то получается где-то 5,5-6 литров расход у него. Но это за городом по трассе. Но есть один момент. По трассе ехать 110. Это его как бы крейсерская скорость очень хорошая. Потому что при скорости 140 он спокойно едет 140, но в салоне немножко шумновато. То есть больше городской автомобиль. Но для того, чтобы ездить на работу, с работы более чем запчасти очень недорогие. То есть, чтобы вы понимали, помимо того, что эти моторы ходят очень долго. И они очень хорошие, надежные моторы. И ходят они более чем. Здесь я когда покупал этот автомобиль, не работал стартер. Стартер не работал. Стартер я приобрел на Allegro за 45 злотых. Вот. Это стоимость стартера. Это если ходит о стоимости запчастей. Если я смотрел даже сколько стоит сам двигатель. На всякий случай, думаю, если даже что-то случится с двигателем. Здесь дорого делать моторы. То двигатель стоит 700-800 злот. Чтобы вы понимали. При том, что машина сама не дешевая. Относительно своих лет, своего класса. То есть машина не дешевая. Машина, такая машинка стоит порядка. А если она в хорошем состоянии, то порядка 8-8,5-9 тысяч. Ну, то есть кто на что на раз, тот и ставит. Но вот стоимость хорошей машины, это где-то порядка 8 тысяч. То есть сделанной как положено. Как я уже сказал, мотор надежный. Хороший. Маслом не берет. То есть мотор абсолютно сухой. Производилась замена масла 20.07.21. На стововой 15 у Романа Флорина. Так что ему привет большой. Спасибо, Рома. Все качественно, все хорошо. Рекомендую обращаться. Что еще? Кондиционер не был нерабочий. Я когда взял машину, кондиционер был нерабочий. То есть он просто теплый воздух. Причина была очень банальная. Люди просто его не заправляли. То есть кондиционер был заправлен. И теперь работает как положено. Теперь предлагаю перейти в салон. Минусов по этому двигателю, хочу еще добавить минусов по этому двигателю, особо нет. То есть вообще никаких проблем у меня с ним не было. Все нормально, все хорошо, все работает как надо. Переходим в салон. Салон автомобиля достаточно просторный, достаточно современный. То есть все в порядке в салоне. Здесь поменено было радио. Стоит 2.1, это андроид. Микрофончик, то есть подключается к телефону. То есть громкая связь. Подсветки, конечно, здесь нет. На козырьках. Но салон, при том, что автомобиль не выглядит большим, салон очень просторный. Это я вас уверяю, можете проверить. Есть у него, в этом салоне есть очень большой плюс. Допустим, я вам покажу это сзади. Это вот такие места. Но багажник у нас превращается в очень хороший и достаточно большой. Вот такая штука. Мы здесь нажимаем. И вот он так складывается. Абсолютно ровный пол. Обратите внимание. Это тоже вытаскивается. Паралел. Как вам такой багажничек с такой малютки? Ребята, есть еще такой один момент. Обычно для того, чтобы поднимать сидение вперед и назад, то нужно сделать вот таким вот образом. Ну, это же Honda, поэтому они пошли другим путем. У них есть еще вот такая вот здесь вот ручечка. И вы делаете то же самое. Вот такой вот нюанс. Ребята, что я сделал с этим автомобилем? По механике, кроме замены стартера, проблем никаких не было. Но я ее брал уже с неработающим стартером. Вот на днях я просто поменял аккумулятор. Потому что старый аккумулятор просто умер от времени. На машине было сделано полная полировка. Было нанесен воск. Было повреждено. Было повреждение на задней ляде. Здесь была вмятина. Это было отрихтовано, пошпаклевано и покрашено. Есть нюанс. Вот такая вот вмятина. Вот здесь вот, здесь вверху. Я ее не делал. То есть там нет никакого ни коррозии, просто вмятинка небольшая. Ее не делал. Это вот нюанс, который есть по кузову на данный момент. Так, по кузову кузову. Без ржавчины. Да, еще забыл сказать. Были обрезшие зеркалами. Зеркала были покрашены. Зеркала тоже полностью покрашены. И полностью был нанесен воск. Отполированы фары. Вот и все. Ребята, на что нужно обращать внимание при покупке автомобиля? При покупке автомобиля этот автомобиль имеет тоже свои, как бы, любой автомобиль имеет эти болячки какие-то. Конкретно к этому автомобилю, я даже не знаю, что там предъявить именно. Единственный момент, у меня высоковато берет сцепление. То есть педаль сцепления высоковато, на мое ощущение. Вот. На что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание в основном на состояние кузова. Это вот нижние части дверей. То есть вот здесь вот. Это первые места, откуда выходит коррозия. То есть вот здесь вот герметик. то есть вот это первые места откуда выходит коррозия арки арки то есть вот эти места где стыкуются с бампером то есть как в прошлом видео у нас было почему нужно мыть тщательно или даже выбивать хотя бы керхером потому что вот эти места прилегания бампера вообще прилегаю не когда стыкуются детали какие-то движущиеся при движении то есть все равно присутствует какое-то какая-то вибрация если это грязная здесь образуется песок такая наждачная бумага она протирает лакокрасочное покрытие в этих местах в первую очередь выходит вылазит ржавчина коррозия здесь вот вот эти места то есть потому что первое песок высекается здесь арки это низ то есть плюс здесь собирается всегда влага и от здесь ржавчина выходит также я уже сказал что впереди по низам дверей здесь вы можете посмотреть здесь ржавчины нет вот потом вот эти вот вот эти места это всегда места проблемные то есть здесь собирается я вам уже говорил здесь собирается песок то есть за защитой собирается песок грязь этот там нужно нужно смотреть состояние проехаться на нем посмотреть как ходовая двигатель как работает если двигатель дымит это значит что он подъедает масло ну как бы дымит двигатель по многим причинам есть еще причина допустим катализатор и много причин для чего но если дымит двигатель это как бы уже знак вопроса нужно с этим поставить нужно либо подъехать со специалистом с механиком с тем же чтобы он проконсультировал как лучше потому что купить всегда приходят хочу как обычно покупают у нас автомобили хочу блестит красивая либо понравился все хочу купить автомобиль покупаем потом мы сталкиваемся с проблемами вкладываемся дополнительно в ремонты и в итоге мы покупали автомобиль дешево он становится очень дорого давайте прокатимся на нашем автомобиле и посмотрим как он ведет себя на ходу автомобиль достаточно не шумный достаточно резвенький для города машина отлично что еще могу сказать в этой машинке печка работает кондиционер работает как я уже говорил здесь все всем автомобиле работает абсолютно все ничего поломанного не единственный момент как я уже говорил это то что немножко высоковато берется но в целом сами можете видеть и вот я еду на пятой передаче скорость 70 километров в час даже меньше 70 при том я наступаю машина разгоняется никаких проблем расход топлива как я уже не говорил расход топлива семь с половиной литров городском цикле это по пробкам со всеми делами как-то так ребят дальние данный автомобильчик я буду продавать цена 8000 кому интересно можете ссылочка будет в описании можно звонить и пожалуйста вот автомобильчик будет продаваться хочу купить что-нибудь другое и это будет скорее всего следующий проект думаю мы это покажем кому видео понравилось ставим лайки дизлайки кому не понравилось пишем комментарии пишем комментарии что не понравилось что понравилось хотите ли вы дальше это смотреть или есть может какие-то пожелания мы это все прочитаем и рассмотрим пока